здравствуйте вы на канале модные практики сегодня с вами я наталья и мы будем моделировать летнее платье с таким интересным подрезом который проходит по центру и уходит боковой шов и валаном это платье немного расклешенная к низу по центру еще раз повторяю у нас подрез который переходит в левый бок в этот подрез вставлен валан который выкроен по спирали нагрудная вытачка у нас перенесена в средний шов и образуют такие защипы вырез фигурный и рукава у нас заменяют такие полоски которые собраны в крылышки по спинке у нас также шов талиевые вытачки и средний шов вставлена молния сейчас мы эскиз уберем и начинаем моделировать мы взяли нашу основу 10 мерок свобода облегания 3 полочку я сделала вдвойне сейчас мы вырежем сразу я забыла поэтому я просто сложила мы сейчас склеим по центру переда так полочка и спинка пока я не вырезала детали потому что мы сразу прибавляем к боковому шву сантиметра 4 расклешаем наше платье по боковому шву вот у нас как раз тут четыре сантиметра проходит и мы точку 4 соединяем с линия бедра 4 большое расклешение нам не нужно она так слегка слегка расклешается к низу и спинку также по боковому шву мы отводим на 4 сантиметра . 4 соединяется с линия бедра пока у нас еще не вырезанные детали давайте сразу углубим пройму лето жарко поэтому пройму я предлагаю углубить сантиметра на два с половиной три белье видно не будет но зато не будет подмышка прям плотно прилегать так углубляем на 3 сантиметра по полочке и по спинке и рисуем новую линию проймы мы подготовили нашу основу дальнейшей работе и сейчас можно вырезать наши детали и будем продолжать так могу убили на 3 сантиметра еще раз напоминает так как у нас подрез асимметричный уходит в один бок поэтому мы полочку разворот делаем давайте чтоб не тратить время я вырежу сейчас за кадром все и мы уже посмотрим что у нас получилось мы вырезали наши детали еще раз напоминаю полочка у нас вырезается сгиб чтобы была цельная часть и спинка когда мы вырезали детали складываем по линии талии еще раз проверяем форму нашей проймы можно чуть-чуть ее подправить когда детали уже лежат плотную друг другу очень удобно проверять линию проймы так и еще давайте посмотрим вот эти вот уголки мы расширили на 4 сантиметра и получился у нас такой некрасивый угол у нас должен быть тут прямой угол потому что при стачивании детали должны образовывать ровную линию поэтому можно вот так наложить прямоугольник и срезать лишнее у нас тут должен образоваться прямой угол также и по спинке прикладываем прямоугольник и рисуем прямой угол так вот наши детали давайте сейчас возьмем сначала спинку потому что с ней меньше всего работы а потом займемся полочкой по спинке мы плечевую вытачку переносим горловину можно 07 расслабить в пройму 05 даже мы достаточно углубили пройму поэтому 05 будет достаточно 05 у нас ушло в пройму и остальной раствор плечевой вытачки мы перенесли в горловину после того как мы закрыли вытачку проверяем плечевой срез если надо немного осноровить осноравливаем так и вот практически наша спинка готов единственная хочу еще перенести талевую вытачку немножко ближе к боку для этого рисуем центр я думаю центр мы перенесем сантиметра на два с половиной раствор в нашем случае два с половиной поэтому от новой линии центра мы откладываем 125 в одну и другую сторону переносим вершины вытачки и рисуем нашу новую вытачку талевую просто когда очень близко к центру располагается талевая вытачка мне кажется зрительно не очень красиво поэтому я предлагаю немного перенести если у вас вы считаете что она на месте можно ее не трогать так эту мы убираем и вот у нас новая талевая вытачка которую мы сейчас вырежем что у нас есть с терпением не понимает что они это можно делать чтобы вы с этой темой мы не получили но замерзали но мы будем 이야기овать что мы об этом делаем что он не вытачивается что он не выг�ал это немного что он не вытачивается что он крутился и нам остается еще открыть горловину от основания шеи я думаю можно сантиметров 6 снять и плавно соединить эту точку мы временно закрываем нашу вытачку которую мы перевели в горловину и точку 6 соединяем рисуем красивую линию ростка по центру спины мы тоже углубляем на сантиметр это лето платье не должно быть самую шею поэтому тут мы углубили на сантиметр от основания шеи убрали 6 и вот у нас получилось новая линия ростка давайте на полочке пока подпишем что мы на 6 сантиметров перенесли точку от основания шеи а потом когда закроем вытачку на грудную тогда с ними итак наша спинка готова мы перенесли плечевую вытачку в горловину немного расслабили пройму углубили пройму на 3 на 2 с половиной сантиметра и делали отведение по боковому шву так теперь приступаем к работе с полочкой для начала мы переводим нашу на грудную вытачку в центр полочки так отмечаем то место насколько мы будем открывать нашу горловину в данном случае мы спускаем на 15 сантиметров по центру полочки и теперь настолько у нас будет открыто открыт наш вырез и примерно ну чуть выше о чуть ниже сантиметра на три три с половиной вот этой нашей точке 15 мы сюда перенесем нашу на грудную вытачку так давайте пока верхнюю часть вот это мы разрежем так закрываем нашу на грудную вытачку у нас теперь образуется прямая линия плеча цельная также если надо немного осноравливаем и и теперь откладываем 6 сантиметров . 6 и эту точку нам надо теперь соединить нарисовать красивый вырез смотрите у нас вырез идет такой небольшой фигурной линии поэтому примерно вот чуть ниже середины проймы мы ставим точку эту точку соединяем красивая линия с точкой 15 нужно так поликалу сделать на 15 это мы углубили вы смотрите насколько вы хотите открыть вашу горловину вот мы нарисовали новую линию и теперь точку 6 насколько мы отвели от основания шеи нашу плечевую точку мы соединяем с новой линия выреза вот смотрите у нас получается вот такой вырез сейчас я тут тоже склею вытачку теперь можно вырезать давайте пока сразу не будем отрезать вот эту вот кокетку раскрываем нашу полочку посмотрите какая горловина у нас получилось и теперь мы отмечаем допустим что это лицо прикладываем себе и с левой стороны мы будем рисовать точку но в линию куда она будет уходить наш подрез примерно от линии талии сантиметров 12 13 я думаю даже 14 отложили ставим точку вы тоже смотрите от особенностей вашей фигуры можно поднять эту линию можно ну сильно низко я думаю не стоит делать вот примерно чуть выше линии бедер у нас это 14 сантиметров и теперь рисуем красиво вот этот вот наш центр переда соединяем с точкой 14 можно при помощи никого это сделать тоже смотрите штук линии вам нравилось но вот как бы логично еще спустить эту точку на пару сантиметров и тогда вот получается у нас красивый подрез в этот подрез мы будем вставлять волан давайте сразу мы примерно определимся длиной волана которая будет вот в бок втачиваться я думаю это сантиметров 27 ну и тут мы потом уже нарисуем нам надо определить ширину волана именно вот на линии бока тут мы также подписываем что это лицо так и давайте определимся что мы будем делать сталевыми вытачками у нас не такая большая разница не такие большие то левые вытачки поэтому так как у нас есть тут шов по центру спины давайте попробуем чуть-чуть увести вот этот наш подрез ну вот как бы немного мы забираем по талии вот в районе талии мы вытачку переносим по центру полочки мы и не будем такую резкую делать а чуть-чуть вот так приберем и тогда наверное еще чуть-чуть с ними по боку если вдруг понадобится на примерке еще немного приталить изделия я предлагаю сделать это где-нибудь не в том месте где у нас обычно проходит то левая вытачка а немного дальше линии бока так и теперь вырезаем смотрите мы же как бы заложили вытачку поэтому у нас подрез будет выглядеть вот так сюда немного мы раствор перенесли и вот в эту сторону у нас образовалась такая вытачка по центру переда вырезаем вырезаем нашу большую цельную деталь так вытачку мы тут распределим на грудную сборку когда будем сметывать наше изделие и мы еще хотели по боковому шву немного приталить это мы делаем потому что пока я хочу убрать то левую вытачку с того места где она обычно у нас есть я их зачеркиваю потому что мы перенесли часть в центр переда и немного убрали сбоку смотрите у нас получаются такие детали полочка спинка ну нам наверно уже надо отрезать кокетку кокетки у нас одинаковые совершенно симметричные смотрите если мы накладываем детали верхние части у нас они симметричные поэтому мы просто отрезаем одну деталь берем по нарисованной линии мы отрезаем строить просто две детали будем и и нам еще остается вырезать волан для того чтобы сделать волан по спирали пока у нас выкрик разложено давайте промеряем вот это расстояние так у нас это просто сантиметровой лентой промеряйте у нас это 66 сантиметров давайте так запишу чтоб не забыть 66 сантиметров это будет у нас длина волана сейчас давайте выкройки основы отложим в сторону я возьму лист кальки и мы будем делать волан вот посмотрите у нас волан выкраивается по спирали можно его выкроить улиткой но тогда рассчитывать надо вот эту вот длину внутреннего края я предлагаю просто мы промерили что нам нужен волан который будет по срезу втачивание 66 сантиметров мы откладываем 66 сантиметров вы промеряете свои размеры вот у нас 66 сантиметров так мы измеряли что край волана которая будет втачиваться в боковой шок должен быть 27 сантиметров примерно вот тут верхней части я думаю будет сантиметров 89 достаточно поэтому тут мы отложили 27 сантиметров тут длина 66 это длина по линии втачивания и тут откладываем короткий край 9 сантиметров пока соединяем точку 9 и 27 еще раз проверим кажется что старше коротковато лучше еще раз промерить закрываем вытачку и сантиметровой лентой измеряем наше расстояние по линии втачивание 68 и ошиблась поэтому пока не поздно давайте еще прибавим сюда 2 сантиметра лучше лишнее мы потом срежем если вдруг будет излишек теперь мы вырезаем нашу деталь мальчик ну и и и в и и и разрезаем примерно делим можно на глаз даже поделить все детально сколько тут получается сантиметров по 7 давайте это не обязательно делать по линейке можно на глаз разделить на небольшие такие отрезки поделили теперь разрезаем по намеченным линиям чуть-чуть не дорезая до края теперь чтобы не строить и летку мы это этот валан разведем так как нам нужно смотрите в той части вот где она вшивается снизу нам не нужна такая прям очень большая сборка нам нужна легкая сборка поэтому мы разводим ну примерно сантиметров по 10 давайте и чем выше тем можно больше расклешать прям вот такую вот завернуть убитку в любом случае мы сейчас сделаем валан я вам советую сначала сделать его из макетной ткани приложить посмотреть все параметры сборку ширину и потом только кроить из основной ткани ну вот я думаю мы сделаем вот такой волан можно это еще больше завернуть и тогда наш верхний верхняя часть нашего волана будет такая прям очень спирально или как сказать так давайте сейчас мы вот так заклеим нижнюю часть мы примерно сантиметров на 10 раскрываем и дальше уже можно больше больше смотрите конечно конечно без фанатизма насколько вы хотите волнистый свой волан настолько и раскрываете вот так вот 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 потом мы нарисуем красивый контур внутри снаружи когда будем уже на ткани выкраивать как виден перевернуть закреплю чтобы он не клеился потом к ткани рукава еще раз повторяю это у нас просто прямоугольники собранных крылышки поэтому моделировать мы их не будем мы просто когда будем кроить вырежем прямоугольники нужной величины расход ткани я тоже скажу вам на следующем уроке мы когда будем кроить сделаем раскладку и тогда я вам скажу сколько ткани уйдет на данное изделие сейчас давайте освободим стол у нас спинка полочка боковая часть полочки наша кокетка давайте сразу подпишем где плечо что потом не перепутать и можно сразу же нарисовать долевую нить в изделие вот так она проходит у нас перпендикулярно линия талии значит на этой кокеточки долевая нить вот наш валан который потом будет у нас втачиваться вот в этот шов по центру будет типа жабо и потом уйдет вот сюда такую юбочку так наши все детали наш урок по моделированию окончен я думаю все было понятно пишите свои комментарии подписывайтесь на наш канал пишите как вам понравился урок какие были вопросы мы всегда читаем комментарии стараемся ответить на все ваши вопросы сегодня все до новых встреч с вами была наталья и вся наша большая дружная команда